Зависть или желание видеть свет солнца? В этом выпуске мы продолжим тему дачного предпринимательства. Подробно мы разбирали вопрос неделю назад, но сегодня остановимся на конкретной ситуации. В кооперативе чистые пруды. Его земли начинаются вдоль дороги на кладбище. Между соседями разгорелся конфликт. Один из них построил сначала магазин по продаже ритуальных принадлежностей, а теперь рядом с ним возводят хозяйственную постройку. Ее высота около 10 метров, а жители Сота предполагают, что на ее базе будет открыто какое-то производство. Солнечного света, утверждают собственники прилегающих участков, они из-за постройки не видят, а без этого на их владениях толком ничего и не растет. Как далеко зашел конфликт и кто может поставить в нем точку? Об этом Дмитрий Круковец. Это просто издевательство над людьми. Просто издевательство. Так же не бывает, так нельзя. Это дачный участок. Это же кошмар. Тень, вот этот шум. Вот зимой приезжаешь, вот эти два дома, вот у него два дома, они же топятся там этим углем. Это как будто мы в жидевокзале живем. Это вонь такая стоит. Я даже передать не могу. Вот сейчас этот цех, он запустит, что будет. Что будет, когда у дороги в дачном кооперативе «Чистые пруды» запустится в эксплуатацию 10-метровое здание, местные жители боятся представить. Ангар расположился вдоль дороги на кладбище, рядышком с магазином, где продают камины, лестницы и столешницы. Рядом вывеска памятники из гранита. Жители опасаются, что новостройка – это не что иное, как производственный цех для стоящего рядом выставочного зала. Я видела какая-то кран-балка. По заслонению солнца мне это не мешает. Я переживаю, что это начнется. Шум очень сильный. Если здесь появляется такое здание, естественно, здесь будут машины. Я бы не хотела, чтобы здесь у меня под окнами. Причем, я говорю, у него на участке, если что-то происходит, он какие-то монтажные работы делает. У меня все это в доме, все слышно, все трясется. Он забивал здесь балки, у меня весь дом треснул, ну, пристройка там на этом самом треснула. Мешает во всем. Во-первых, купил участок для того, чтобы приехать отдыхать, да, вот как соседи говорят. Во-вторых, погодные условия, он не рассчитывает, что мы нижний от него, и вся вода, снег, и все вот это остальное приходит к нам, и дорогу разрушает, и... Ну, очень много проблем даже до этого от него было. Поэтому я против. И выходя из дома и смотреть на вот эту вот махину, знаете, мне очень неприятно. Комфорта рядом стоящим дачам, где либо сезонно, либо постоянно проживают сургутяне, такое соседство не добавляет. Забегая вперед, и собственник земельного участка, и бизнесмен, это разные люди, вероятно, родственники, их фамилии идентичны, давать свои комментарии на камеру не захотели. Их общая позиция – нормы 217-го федерального закона, которые, по их мнению, разрешают им строительство домов, гаражей, хозпостроек без получения разрешения. При этом, якобы, согласие владельцев граничных участков у предпринимателей имеется, а тот факт, что здание, расположенное на участке, будет использоваться в коммерческих целях, он отрицает. Мужчина уверен, что обращение дачников к нам продиктовано чувствами мести, зависти и предвзятого отношения. В последнее время он несколько раз пытался у нас брать, ну, типа, разрешение дать ему. Он зимой еще ходил с какими-то бумажками, подписи собирал и всех обманывал. Ко мне придет, скажет, вот Толик там этот уже согласен, вот только ты остался. Я звоню этим людям, они говорят, ничего мы не подписывали, ничего. Короче, в итоге мы никогда ему ничего не подписывали. Вот эти памятники, начинаешь заворачиваться к даче, это же кошмар какой-то. Это как будто в кладбище попадаешь. Я человек какой-то мнительный, мне вообще нехорошо. Всем нехорошо. Дачники осторожно говорят об угрозах, которые поступали в их адрес и пытаются понять, куда им обращаться. Заместитель главы Саргута Владимир Шмидт, курирующий строительную отрасль, отмечает, что земли садово-огороднических кооперативов предназначены исключительно для размещения дачных домов и объектов, связанных с их эксплуатацией. Если есть нарушения, о них нужно сообщить. Обратиться в контрольное управление города Саргута, соответственно, это подразделение обеспечивает муниципальный земельный контроль, после чего будет осуществлен выезд на данный участок, проверяя и осуществлена проверка законности данных действий собственника земельного участка. В случае, если действие незаконно, соответственно, он будет обязан либо привезти земельный участок в соответствие, если он этого не сделает, то через суд мы его обязуем это сделать, либо сделаем через судебный пристав. Еще, говорят эксперты, можно написать о нецелевом использовании земельного участка в Росреестр. Там также проведут проверку и в налоговую инспекцию. Историю сноса подобных объектов Саргут знает. За последние полторы недели в городе убрали два незаконных торговых павильона. Один в поселке Дорожном, другой на перекрестке проспекта Мира и улицы Островского. И это главное наказание для владельцев незаконной постройки. Правда, перед этим, скорее всего, такой статус должен подтвердить суд. А он как раз может растянуться даже не на месяцы, а на годы. Дмитрий Круховец, Денис Зонов, специально для программы «Новости. Главное».